В эфире программа «Библейские чтения» с вами автор и ведущий Николай Арефьев. Тема сегодняшней беседы в преддверии Дня Пятидесятницы. «Плачьте, священники» – это воззвание из книги пророка Иоиля. Известная для нас с вами книга, которая открывает предсказание об излиянии Духа Господнего на всякую плоть. Но в книге пророка Иоиля, помимо воззвания самого, это воззвание цитировал апостол Петр в своей проповеди в День Пятидесятницы. Но чем ценно и интересна для нас книга пророка Иоиля? Не только для того времени, когда Дух Святой был излит на землю, но и для нашего времени с вами. В этой книге открываются нам причины, которые побудили престол Господень по ходатайству Иисуса Христа излить на землю Духа Святого. Мы читаем «И залью от Духа моего на всякую плоть». Подобных масштабов благословения в Духе Святом человеческая цивилизация до Дня Пятидесятницы не переживала. Никогда не переживала. Чем ценно для нас с вами эта идея божественная? А ценно тем, чтобы нам с вами стать участниками этого излияния Духа Святого. Итак, о причинах. Начинается пророчество Иоиля в первой главе очень драматичным предсказанием. Предсказанием о страшном бедствии, которого не было еще никогда. Он говорит, слушайте, это старцы, внимайте все жители земли этой. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусениц ели саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Здесь картина открывается страшного бедствия на земле. Вот эти самые гусеницы, саранча, черви и жуки – это такие паразиты на полях во время страды, которые съедают урожай. Но есть одна особенность появления этих паразитов – засуха. Предваряет все бедствия на земле, когда люди были подвержены вот этим испытаниям страшным. Это засуха. Нет ничего страшнее на земле засухи. Вы знаете, можно войну пережить, болезнь пережить или не пережить. Но когда под глыбами засыхает зерно, когда земледелец, вложив массу труда, не имеет на полях своей жневья – это начало сложного периода в жизни. Выживет ли человек? Нет хлеба. И вот, как правило, после или во время засухи начинают плодиться и размножаться вот эти паразиты, которые перечислены в книге порока Иоиля. Я думаю, люди, которые немножко владеют какими-то данными в области земледелия или садоводства, очень хорошо знают, что достаточно измениться к какому-то температурному режиму. Ну, например, в этом году был очень жаркий июнь. Вот апрель, май, июнь – ни одного дождя. Что произошло? Червь побил всю вишню и черешню. Причем каким-то непонятным образом. Не было бабочек, не было коконов. Сразу откуда-то появился червь. Причина – жара. Нет влаги. И именно в это время эти паразиты начинают побивать землю. И масштабы, грандиознейшие масштабы. Там сотни тысяч гектаров съедает эта напасть. Ну, понятно, что современные интенсивные методы земледелия употребляют массу всевозможных гербицидов, пестицидов и окорицидов. Это те вещества, которые позволяют избавиться от этой напасти, которая во все времена лишала человека хлеба. Я думаю, здесь все понятно, что после вот этой засуки, когда все было сожрано на поле, не осталось хлеба даже для хлебного приношения в храме. Не осталось вина для возлияния, опять же, в храме. И здесь и звучит вот этот самый призыв – плачьте, священники. В книге пророка Иоиля этот призыв дублируется в первой главе и во второй главе. Один и тот же призыв – припаясьтесь в речищем, плачьте, священники, то есть возьмите себя в руки. Интересный очень призыв. Человеку свойственно растеряться в сложной ситуации. И засуха, и отсутствие хлеба – это тот момент, когда человек ничего не может сделать. Вы знаете, в своих садах и огородах люди ходят с какими-то опрыскивателями, и они там пытаются бороться с жуком. На одной, на двух, на пяти сотках здесь они еще как-то борются. Да, на полях другие масштабы, там даже с вертолетов распыляют специальную жидкость для поражения этих паразитов. Но когда уже ситуация вышла из-под контроля, здесь Господь дает очень верный совет. Он, во-первых, говорит – возьмите себя в руки. Если такая ситуация пришла, он говорит – отрезвитесь как бы. Примите правильное решение. А правильное решение – не бегать с распылителями и баллончиком, а воззвать к небесам. Он говорит – остановите все свои дела, все свои проекты, все свои замыслы. Пусть жених и невеста выйдут из своего чертога. Пусть выйдут даже маленькие дети. Назначьте пост, объявите торжественное собрание. Созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу. Такой был призыв Иоиля к тому времени, которое должно было состояться. Обратите внимание, когда в день Пятидесятницы, то есть мы имеем с вами эту дату, день Пятидесятницы, когда исполнилось предсказание Иоиля. Но послушайте, в то время не было засухи, не было страшного голодомора, ничего этого не было. Следовательно, и Господь через Иоиля нам говорит о другом бедствии. Не недостатки хлеба и воды и каких-то продуктов. Здесь нечто иное он говорит. Нам подсказочку выводит в данном случае пророк Амос. Его известное это пророчество, когда он призывает... Он также призывает бодрствовать над нашим состоянием. Восьмая глава книги порока Амоса. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод». Вот у этого места как бы все сходится. Голод. Засуха – это голод. Но он вводит нам с вами коррективу. И здесь становится понятным, о чем говорит Господь в те времена, когда пришел Иисус Христос и пообещал умолить Отца и даровать благословение Духа Святого. «Когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». Так вот это что за голод такой. Что происходит? Господь дает человеку Слово. Слово – это не только написанное слово в книгах. Это то слово, слово традиций святых, слово опыта, святого опыта, общения человека с Богом из поколения в поколение. От Адама до Ноя, от Ноя к Симу, от Сима к Аврааму, от Авраама к Моисею, к Давиду, и до Иисуса Христа. Было дано людям Слово, всему человечеству было дано Слово. Слово, оно побуждает человека исполнять божественные заповеди. И оно простое, это слово. Оно не замысловатое. Это слово было известно всем. И когда Иисус Навин пришел для того, чтобы захватить Иерихон, уже в землю хананскую, то мы обнаруживаем с вами, что вот Слово, которое Господь Бог дал людям через Авраама в данном случае, оно было известно всем. Всем было известно, что Господь сотворил землю, что Господь наполнил ее жизнью, что Господь человеку дает хлеб, но они этим Словом пренебрегли. И Израиль во времена Иаиля, пророка, Словом этим пренебрегал. То есть, Слово есть, Слово есть, Слово дано. Что важно отметить? Когда Господь дает Слово, то Он дает человеку и ресурсы для того, чтобы исполнить это Слово. Здоровье, благополучие, урожай на земле дает, мир, покой, безопасность. Все дает Господь, чтобы человек, вот Слово с неба пришедшее, чтобы Он его реализовал. Каким образом? Чтобы он пришел в храм, который он поддерживает своими десятинами и приношениями. Чтобы он поклонился Богу. Чтобы он научил этому своих детей. А дети своих детей, а те, в том числе, все потомство человеческое, научено должно быть, поклоняться Господу Богу и благодарить Его. Потому что без Слова Господня земля остается просто слепившаяся воедино пылью, грязью, прахом. Она не даст ничего. Но есть Слово, вот это зерно, которое Господь Бог дал человеку. Человек это и есть вот эта земля, сотворенная Богом. В него ложится Слово. И когда человек взыскивает Господа Бога, то, вот смотрите, зерно просто в земле не прорастет. Ему нужна влага. Идет ранний дождь, обильно наполняет землю, насыщает землю. И до такой степени ее насыщает, что зерно начинает сначала умирать, а потом переходит на новый этап своей жизни. Росточек появляется, корешочки появляются, выходит стебелечек и начинается новая жизнь. При условии, что эта земля полита обильно водою, то есть Духом Святым. До потопа Господь сказал, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеком. То же самое произошло и перед пришествием Иисуса Христа, перед Его рождением. Люди пренебрегали Духом Господним. И Господь ответил на это пренебрежение. Он закрыл небесные окна. И вот что произошло во время засухи, то есть засухи, которая начинается без Слова Небесного, без Духа Божьего Небесного. Слово у них было, книги у них были, опыт у них был, традиции у них были, воспоминания древних у них были, но ничто их не мотивировало искренне поклоняться Богу. Они делали вид, что Ему поклоняются, но заповеди Его не исполняли. В книге пророка Иезекииля есть такой очень важный сюжет в понимании Израиля времен Иисуса Христа. В восьмой главе этой книги Господь сверхъестественным образом взял пророка и перенес его в Иерусалим. И там, в пределах храма, он прокопал стену, и вот какая-то дверь вошел и посмотрел на отвратительные мерзости, которые они делают здесь. «Всякие изображения пресмыкающихся нечистых животных, всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И семьдесят мужей и старейшин дома Израилева стоят перед ним, и издание сын Сафана среди них. И у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху». Вы думаете, что-то существенно изменилось за те столетия после Вавилонского плена до пришествия Иисуса Христа? То есть, с одной стороны, эти люди в храме почитают Господа в торжественных одеждах, они читают закон, знают закон, спорят о законе, но в тайне они занимаются чем-то мерзостным и отвратительным. Здесь не только вопрос морали, нравственной чистоты, но здесь вопрос взыскания нечистых сил демонической помощи. Уже книга «Деянин» нам показывает, насколько был развит масштабно оккультизм во времена, в которые пришел Господь на землю. Этому отчасти помогало правление римское. Рим что сделал? Рим как бы пытался примирить все верования, все то многобожие. У Рима воспроизвелся некоторый пантеон богов, их там были десятки, а то есть сотни богов, божеств, всяких башков, которым поклонялись различные племена. И Рим сказал, хорошо, поклоняйтесь, кому угодно поклоняйтесь. Он им еще одного башка добавил, вот пантеон своего кесаря. И вот на этой почве и развивалась эта засуха. Но вернемся к порочеству Иоиля. А кто такие вот эти насекомые, паразиты? То есть засуха, понятно, нет слова Божьи, человек черствеет и он не приносит плода. В нем нет любви, радости, мира, долготерпения, воздержания, милосердия, веры, благости. Нет в нем этого. Почему? Потому что на него не изливается Дух Святой. И мы видим с вами такие сюжеты, очень важные и страшные сюжеты. Когда Ирод, заключив в темницу Иоанна Крестителя, в день своего рождения, по прихоти матери Иродиады, что он делает? Он хладнокровно, хладнокровно казнит Иоанна Крестителя. Мало того, понимаете, для человека это не свойственно. Для обыкновенного человека, который порезал палец, падает в обморок. Или есть люди, которые в жизни никогда там животных не забивали. Курей, а если увидеть курицу с отрубленной головой, то он может упасть в обморок. Ирод, Ирод, приказывает принести отсеченную голову Иоанна Крестителя в зал пиршеств. Ирод, удивительно, никто не упал в обморок. Никто не вскричал, что вы творите, для чего это. Люди продолжали есть какую-то еду, пить вино, общаться, как бы ничего не произошло. Вот это жуки, вот это гусеницы, саранча и черви. Это демоны, это бесы, к которым люди обращались. То есть, получается, человечество поделилось на две таких части. Те, которые допустили бесам, чтобы они жили в них и указывали им, что им делать и чего им не делать. Они спрашивали советы у бесов. Ну, например, про консул Сергия, это книга «Деяния». Кто у него был советником? Некий Симон Волх, то есть Елима, вернее, Волх. Волшебник, колдун, который получал информацию из демонических источников и помогал тем самым Сергию. И сила Божья снизошла от Павла и ослеп этот колдун, написано до времени, и был выведен поводарем. И семь сыновей первосвященника Скевы были заклинателями. То есть, для них, ну, ничего, ну, было такой работой, служением за какую-то оплату. Пытались они изгонять демонов, но потом их эта служба резко прервалась. Обратите внимание, времена Иисуса Христа, вот это уже действия демонические, масса людей прокаженных. Проказа – это болезнь, которая приходит на человека по каким-то духовным причинам. Проказу не в те времена, не в настоящие времена невозможно излечить, только молитва священника. Хотя сегодня пытаются люди каким-то медикаментозным способом останавливать развитие грибковых заболеваний, но это ненадолго. Это временное явление, опять же, с побочками всевозможными, которыми человек губит свое здоровье. Никогда проказа не восстанавливается. Никогда человек не восстанавливал жизнь, то есть не воскрешал мертвых, как это делал Иисус Христос. Масса, масса колечных людей – это люди, которые были рождены с какими-то патологиями, слепорожденные люди, рожденные люди с изувеченными конечностями. Это все издержки поклонения нечистым духам или содействия нечистых духов. Это сегодня в практике есть какие-то определенные структуры, которые берутся посредством колдовства и волшебства приносить людям какие-то избавления от чего-либо. И здесь действуют в опустошенном сердце, которое не приносит плода. Остатки вот той человечности дожирают демоны. И Христос в своей силе показал, какая власть Господня. Невероятное число прокаженных и одержимых бесами людей. Одна из реплик Иисуса Христа, когда ученики не могли изгнать демона из мальчика. И вы помните, он воскликнул «О, рот неверный и разращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Это те самые люди, которые были буквально пожираемые демоном. И вот здесь, на этом этапе и пришел Христос для того, чтобы спасти своих, для того, чтобы показать миру величие благости Господней и силу, исходящего от небесного престола. Это было все предсказано. Какое мы имеем здесь указание, вот в подобных случаях, в подобных случаях указание, чтобы священники взяли себя в руки, занимались тем делом, которое им определено. Дело священников – это молитва. Дело священников – Богу жертвы приносить. То есть, хвала Богу, поклонение Богу, почитание Богу, рассказы, свидетельства о Боге, о Его благой, доброй вести, что чем сегодня и озабочена церковь. Если церковь или те группы людей, которые называют себя церковью, не взяли себя в руки, видя вокруг развращение. Разращение начинается с того, что отрицается все божественное. Отрицается божественность, ну, вот та позиция мировоззрения теистического, что мир сотворен Господом Богом. Что в настоящий момент владитель этого мира, Иисус Христос, ему нужно поклоняться. Его имя должно упоминаться прежде всего. Ирод на чем попался? Даже не на том, что он был такой человек жестокий, развратный и все прочее. А на том, что когда он собрал огромное число людей, и они начали его восхвалять как Бога, о, этот голос не человека, а Бога. А он не прославил Бога. Он должен был в первую очередь воздать честь всемогущему. Он этого не сделал. И написано, поразил его ангел, и он был умер, был изъеден червями. Поэтому мы сегодня, в преддверии праздника Пятидесятницы, мы уже облеченные с высшей силой. Но иногда, как эта сила как бы ускользает от нас. И Иоиль напоминает нам с вами, что весь мир наполнен злом, что Господь послал на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но голод слышания и благословения того слова, которое исходит от неба, от самого Господа, чтобы люди имели жизнь. И вот в преддверии Дня Пятидесятницы мы принимаем это наставление. Церковь Христа. Церковь Христа не должна забывать основного своего предназначения. Но не то, что там забывать даже, не то, что забывать. Даже любые моменты, когда понебрегается совершенствование служения, оно выглядит как непочтительное отношение к Господу Богу. То есть отсутствие плода или качества плода. Господь нам с вами всегда помогал, помогает и будет помогать. Но нам надлежит всегда помнить, что все благое мы имеем от Господа Бога. То есть мы имеем слово, мы имеем приготовленные сердца и мы имеем излитый на нас Дух Святой. Это важно. Нет ничего важнее для человека, нежели пребывать в благословении Духа Святого. И тогда это все отступит. Вот эти все черви, жуки, гусеницы, саранча и земля, наполненная влагом, даст и дает ныне свой плод по благословению Духа Святого. Спасибо.